Добрый день, дорогие друзья! Мы рады снова приветствовать вас на нашем канале. Изучение языка может быть легким и интересным. Наши видеоуроки докажут это. Мы уже умеем знакомиться, говорить о себе, получать информацию о собеседнике. Пора знакомиться с вашими близкими. Но перед этим повторим лексику прошлых занятий. Кто спрашивает? Скажите, пожалуйста. Посмотрите видеосужеты, обращайте внимание на титры, переводы, повторяйте новые слова за героями. Старайтесь запомнить их произношение. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У тебя большая и красивая семья. Я тоже хочу тебе познакомиться со своей семьей. Кстати, как будет семья на Башкирском? Гайля. Давай попробуем произнести. Гайля. 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 Был меня Насай. Был Атай. А был бабушка. Бабушка это Улесай. Улесай. Инбахат ле. Мене Улесай инбар. Азалия, эйдэ, кусты на сайте эйзэйк. Эйдэ. Друзья, вы заметили, когда Назгуль говорила о своих маме, папе, младшем брате использовала местоимение Минэнг, мой, моя. При помощи притяжательных местоимений выражается принадлежность. Например, Минэнг Фатир – моя квартира. Минэнг Ый – мой дом. Минэнг Лесей – моя бабушка. Рассмотрим, какие еще притяжательные местоимения есть. В единственном числе, в первом лице. Минэнг – мой, моя, мое. Второе лицо. Хинэнг – твой, твоя, твое. Третье лицо. Унэнг – его, ее. Во множественном числе, в первом лице. Бедзэнг – наш, наше, наше. Второе лицо. Хэдзэнг – ваш, ваше, ваше. Третье лицо. Улардэнг – их. Азалия, а хинэнг Олатаем барна? А кемо Олатаем? Олатай – это дедушка. Олатаем – мой дедушка. Я не совсем поняла. Ты же сказала, что принадлежность выражается притяжательными местоимениями. Хинэн Олатай. Все верно, Азалия. В башкирском языке принадлежность выражается также специальными окончаниями, которые присоединяются непосредственно к слову, которое обозначает предмет, принадлежащий кому-либо. Смотри, бульмя – комната. Чтобы выразить принадлежность, мы можем сказать минэн бульмя – моя комната. Либо же бульмям, что тоже означает моя комната. Так, теперь надо потренировать. Давай ты будешь мне говорить слова, а я буду говорить, что они мои. Давай. Пример, баш. Башу. Фатир. Фатирым. Атай. Атайым. Асай. Асайым. Хэнглэ. Хэнглэ. Хэнглэм. Хэнглэм. Агай. Агайым. Улэсай. Улэсайым. Азалия, Олатайым бармы? Эй, Олатайым бар. Афарин. Хениндағайлэн бек дур. Бекшет. Афикс. 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 Чтобы узнать, какой афикс нужно добавить, необходимо обратить внимание на какой звук оканчивается основы и на огласовку слова в целом. При этом, помним закон сингармонизма, в пределах одного слова могут употребляться только гласные одного ряда, либо только широкие, либо только узкие. Например, после корня, где оканчивается на гласный, то добавляем окончание М. Например, кусты, кустам. После корня, где основа оканчивается на согласный, добавляем окончание М, ЭМ, ОМ, ЭМ, АСЯЕМ, например. А во втором лице Н, КУСТЫН, когда нас согласны, ОМ, ЭМ, ОМ, ЭМ, АСЯЕМ. А в третьем лице Х, 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 КУСТЫХ, АСЯЕМ, во множественном числе добавляем окончание Б, 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 КУСТЫБЫТ, например, АСЯЕБЫТ. Во втором лице добавляем окончание Г, 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 КУСТЫГЫТ, например, АСЯЕГИТ. И в третьем лице мы добавляем Х, 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 КУСТЫХ, КУСТЫЛАРЫ, АСЯЕМ. Итак, на сегодняшнем занятии мы научились знакомить собеседника со своей семьей и узнали о категории принадлежности в башкирском языке. Повторим некоторые новые слова. В конце каждого занятия мы будем давать вам советы, которые помогут еще более эффективно изучить башкирский язык. Итак, совет первый. Постоянно слушайте башкирскую речь по радио, по телевидению, речь носителя языка. Это поможет привыкнуть к его звучанию и уловить ритм. Сегодня для прослушивания предлагаем детское стихотворение. Давайте попробуем перевести на русский. Мама с бабушкой пьют вкусный чай каждый день. Мияука кличка кота просит молоко. Чай не любит же коты. Удачи вам! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok